Всем привет! С вами Якимов Игорь. В этом ролике я расскажу, к чему может привести обрыв нуля и посмотрю, как это реально происходит на практике. Вот вы видите два щита. Один установили энергетики, а второй остался старый. Энергетики не полезли в старый щит, а решили поставить новый. Просто подключились к линии, не вскрывая старый щит. С этим щитом все нормально. Тут стоит счетчик, стоит в одной автомат, стоит автомат на выходе, но сама проблема в старом щите. Вот видите три провода идут в одной автомат, а вот нулевой провод PEN подключен к ржавому болту. И как видите, тут все подгорало. Кроме того, как дальше подключен дом, от ржавого болта ноль попадает на эту пластину. С этой пластины, с данного винта уже ноль идет на второй ржавый болт. Этим ржавым болтом уже PEN шина подключена к корпусу данного щита и к шине заземления. И уже с этого болта идет нулевой провод на квартиру через синий провод. Что нам нужно сделать? Нам нужно все нулевые проводники объединить под одним болтом. То есть у нас будет PEN шина заходить на этот болт и тут будет разветвляться на нулевые проводники N и защитные проводники PE. И они будут расходиться от этого болта. Также тут подключена шина заземления. Сбоку тут приварена земля. Со временем в этом доме будет делаться система заземления TN-CS. То есть в месте, где подключена земля, тут будет разветвляться на нулевой провод N и защитный провод PE. И все это пойдет в дом. Но сейчас нам нужно сделать это, чтобы все тут хорошо контачило. Обратите внимание на фото. Один провод от нуля уже отгорел. Гайки хоть и ржавые, но откручиваются руками. Видно они сильно грелись и прокалились. Также я слышал тихое трещание. Это звук от искрения в плохих контактах проводов. Хозяева вовремя обратились за помощью. Если бы отгорел нулевой провод, идущий на дом, то точно в доме что-нибудь сгорело. Чуть позже я расскажу, как я починил эту неисправность. А сейчас разберем, к чему приведет, если нулевой провод окончательно отгорит от места соединения с ПЭН-проводом. Рассмотрим, откуда на нулевом проводе появилось фазное напряжение. И откуда в розетках появляется 400 вольт. Когда обычное напряжение в них 230 вольт. Рассмотрим трехугольник напряжения трехфазной цепи. Вершины трехугольника отображают фазное напряжение. Посередине у нас находится нулевой провод и задземляющий провод. Между фазными проводами присутствует линейное напряжение 400 вольт. Когда нулевой провод целый, то на нем потенциал близкий с потенциалом Земли. Между нулевым проводом и фазным проводом присутствуют фазные напряжения 230 вольт. Между любым фазным проводом и нулем можно подключить нагрузку, и на ней будет чисто фазное напряжение. Между нулевым проводом и землей напряжение равно нулю, если они замкнуты на входе щита. Или оно мало, если заземление независимое. Как в системе заземления ТТ. Мы рассматриваем, когда обрывается чисто нулевой провод. Если обрывается ПЭН проводник и нет повторного заземления, то ситуация сложнее и на защитном нуле, который подключен к корпусам прибором, может появиться фаза. Но об этом я сделаю отдельный ролик. Подпишитесь на канал, чтобы этот ролик не пропустить. Для простоты объяснения, я рассмотрю частные случаи подключения бытовой техники при обрыве нуля. Обычно применяются векторные методы расчетов напряжений, но они достаточно сложны. Если вам они интересны, пишите в комментариях. Я сделаю по этим расчетам отдельный ролик. Клиент подключил между фазой А и нулем электроплитку. В разогретом состоянии ее сопротивление около 40 Ом. В холодном состоянии сопротивление еще меньше. Но для расчета возьмем именно 40 Ом. У нас оборвался ноль. Фаза А через электроплитку перетекает на нулевой провод. Отсюда на нулевом проводе появляется фазное напряжение, такое же по уровню, как на фазе А. Теперь, если мы замерим напряжение между нулевым проводом и землей, то оно будет 230 вольт. То есть, у нас на нулевом проводе появилась фаза. Прикосновение к ней опасно для жизни. А что будет, если подключить розетки между нулевым проводом и фазными проводами В и С? Так как в нулевом проводе присутствует фазное напряжение с провода А, то в розетках будет уже линейное напряжение в 400 вольт, вместо 230 вольт в обычном режиме их работы. Отсюда повышенное напряжение в розетках. Так как нулевой провод не подключен, то тока через электроплитку нет и она не сгорит. Но внутри нее на всех схемах будет присутствовать фазное напряжение. Пытаться ее ремонтировать без отключения от сети опасно для жизни. Причина, почему она не работает, это обрыв нуля в сети. Теперь подключим между нулем и фазой В зарядку от телефона. Пусть сопротивление зарядки будет 960 Ом. Так как нулевой провод фактически висит в воздухе, то электроплитка и зарядка подключены последовательно и к ним приложено линейное напряжение 400 вольт. Так как плитка и зарядка подключены последовательно, то их общее сопротивление будет равно сумме их сопротивлений. 40 Ом плюс 960 Ом равно 1000 Ом. Вычисляем ток, который будет идти через плитку и зарядку. Согласно закону Ома, 400 вольт делим на 1000 Ом и получаем 0,4 ампера. Теперь вычислим напряжение на плитке. Умножим ток на сопротивление плитки. 0,4 ампера умножим на 40 Ом. Получаем 16 вольт. Естественно, при таком напряжении плитка греть не будет и она не сгорит. Теперь определим напряжение на зарядке. Вычитаем из общего линейного напряжения 400 вольт. Напряжение на плитке 16 вольт. Напряжение на зарядке будет 384 вольта. При таком напряжении зарядка, скорее всего, сгорит. На самом деле, в сети в момент обрыва нуля могут быть подключены различные нагрузки. Для вычисления напряжения на каждом из приборов нужно использовать более сложные вычисления. Но я думаю, приведенных ранее примеров достаточно, чтобы понять, каким плачевным последствием может привести обрыв нуля. Поэтому качеству контакта в нулевом проводе нужно уделять особое внимание. Если вы делаете проводку в своем доме нанятыми специалистами, то не стоит на них экономить. Выбирайте именно качественных специалистов с рекомендациями. Дешевые специалисты соберут такой же ненадежный щит, как вы видели в начале ролика. Для страховки от перекоса фаз ставьте реле напряжения на каждую фазу. Ставить сразу трехфазное реле напряжение я не рекомендую. Оно предназначено чисто для трехфазных нагрузок, где важно, что под скачком напряжений отключались сразу три фазы. А теперь вернемся к нашему щиту. Все сделали нулевой провод. Зажали. Теперь он вот подходит. Отсюда он разветвляется на остальные провода. Нулевой провод. Сюда же подходит с другой стороны заземляющий провод. Вот шина приварена, заземление. Отсюда также будет отходить два провода. Нулевой и защитный ПЕ. При реконструкции проводки этого дома тут будет делаться отдельно рабочий ноль и защитный ноль. При соединении проводов, во-первых, все провода закручиваются, чтобы они тут хорошо контачили. Во-вторых, ушко к которому крепится болт надо тщательно зачистить наждачкой. И в-третьих, используйте гайку с пресс-шайбой или хотя бы используйте гравер, чтобы лучше стянуть это соединение и оно работало долго. Также подключили эту пластину, на котором находятся розетки и автомат с проводом. Использовали болт уже существующий, но поставили новые шайбы, поставили новую гайку. И сюда же подключили металлорукав, которым идут провода на чердак. На этом все. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы, поддержите видео лайком и до встречи в новых и старых роликах.